Приветствую вас, посчитал ваш вопрос. Как я понял, основная проблема заключается в том, что ваш молодой человек злоупотребляет алкоголем и как бы высказывает вам неприятие, недовольство тем, что он делает. То есть, вот он ради вас меняется, он ради вас старается стать лучше, как вы, в принципе, говорите, а в ответ то, что вы ему даете, его не устраивает. Связано это с тем, что молодой человек делает это не для себя, а для вас, видимо, чтобы быть с вами, чтобы оставаться с вами в отношениях. И связано это с тем, что мужчина, он ожидает от вас некой обратной связи. Куда более активный, куда более, значит, видимо, полный, потому что он, ну, судя по всему, на пределе своих возможностей действует. Соответственно, проблема также заключается в том, что мужчина ваш пьет и явно алкоголем вот он злоупотребляет. Соответственно, здесь, возможно, зависимость алкогольная, правда, это, конечно, непонятно, исходя из вашего текста, но тем не менее. Я, собственно говоря, вот, исходя из вашего сообщения, как-то вот не очень понял. Вы говорите о том, что боитесь понедельника, потому что понедельник и начисляется пытка психологическая. Но при этом вы говорите, что на прошлой неделе он позвонил вам пьяный. А до этого, в принципе, все было хорошо. Это началось только после работы, после того, как его уволили с работы. То есть получается, что у вас было 20 таких неприятных разговоров, а вы уже говорите о том, что вы прямо боитесь понедельника. То есть вот из вашего письма как-то не очень понятно, сколько времени это длится, как долго это длится. Если это длится, например, вторую неделю, условно говоря, ну, конечно, можно, в принципе, понять мужчину, что у него тяжелый период сейчас, что его уволили, и, в общем-то, ему тяжело. Так, постараться отнестись с пониманием к нему, в общем-то. Если это происходит куда больше по времени, то есть у вас постоянно так, что вы ссоритесь, когда не вместе, то это уже момент другой, это момент другого плана. Тут, конечно, поступать стоит несколько иначе. Но вот из вашего текста не очень понятно, как бы, хронология. То вот вы говорите, что, знаете, вы жадные, там, что-то случилось. Потом вы говорите, что вот, в общем, разговор сейчас не получился. Вот вы пишите, что, в общем, разговор сейчас получился сумбурный. Когда сейчас, вот, вы пишите, значит, что, значит, две недели назад его уволили с работы. Вот две недели назад началась эта ваша проблема, получается. То есть, получается, две недели назад у вас такие трудности или нет? Или все-таки больше времени у вас эти трудности? Так-то вот этот момент вы не прояснили, на мой взгляд, но тем не менее. Значит, что-то заключается в следующем. Что вам нужно делать, в любом случае, в любом случае. Молодому человеку вам нужно задать вопрос, для чего он делает вот эти вот вещи, которые делает. То есть, я имею в виду, для чего он, например, работает, для чего он стал меньше пить и так далее. Вот нужно, чтобы на этот вопрос он вам дал ответ. Потому что этот вопрос очень важный. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что если мужчина делает это не для себя, а для вас, то он всегда будет, по сути, делать. Он всегда будет среагировать вот таким образом, что он всегда будет называть вас неблагодарный, потому что вы, по его мнению, ну, могли бы как-то лучше, скажем, реагировать на то, что он делает. То есть, вот, важно вот этот момент понять для себя, вам. Для чего делает молодой человек это? Здравствуйте. Вот для чего ты стал меньше пить, например? Для чего ты стал, там, работать, например? Для чего ты перестал в расе, например? И так далее. Вот нужно, чтобы он определил все вот эти вот вещи сам для себя. То есть, сказал честно, для чего? Если скажут, что для вас он это делает, ну, в таком случае, вам можно смело с ним расставаться. Потому что человек, который, ну, например, меньше пьет, это, как минимум, к сожалению, человек, который, как бы вот, пытаясь бороться с желанием выпить, но ради вас. И получается, что на вас колоссальная ответственность относительно вот именно этого аспекта. То есть, каждый раз, когда он любит молодой человек, думает, что он делает это для вас, и, соответственно, отделяет от вас какого-то невероятного, совершенно поведения. Вы об этом, естественно, не догадываетесь, и ведет себя, как обычно, это его раздражает. И тут надо сказать, что, как бы вы себя ни вели, все равно ситуация будет заключена в том, что ему все равно будет мало. Потому что, если человек делает это для вас, а не для себя, то ему все время, все время будет мало. То есть, он все время будет требовать от вас чего-то. Значит, вы также можете сказать ему о том, что вас не устраивает, когда вот вы вместе с ним, когда вы вместе, вот на выходных с ним, вы можете ему сказать, что вот такая ситуация, вам не нравится то, как вот он ведет себя с вами, допустим, ну, в тот же понедельник, например, и так далее. То есть, вам нужно вот этот момент для себя тоже определить. Договорить с ним, попробовать с ним решить эту проблему. Потому что она очень важна. Скажите ему, скажите, что вам неприятно, скажите, что вы переживаете, что вы нервничаете, что вам тяжело. Если, соответственно, он думает о вас, то он обязательно выводы для себя сделает. Далее. Вы описали ряд проблем. Как что? Броне, значит, алкоголь, ну и работа. Работа его сейчас уволили. Кстати, из-за чего его уволили? Почему? Это вот, на мой взгляд, довольно такой важный момент, из-за чего его уволили. Значит, дальше. В том, что касается алкоголя. Здесь вообще непонятно, насколько ситуация стрелена. Но если мужчина в кафе с мамой пьет, то, как минимум, мама, что получается, не против того, что ее ребенок выпивает в довольно большом количестве, как я понял, или что. Этот момент тоже не очень ест, но в любом случае, вам нужно с мужчиной поговорить и опять сказать ему, что, как бы, у вас есть прозрение считать, что у него алкогольная зависимость. Если это действительно так, то сам он с ней при всем желании справиться, ну, не сможет никак. Потому что алкогольная зависимость – это индексикация организма, это химическая зависимость. И химическая зависимость, она, как бы, побаривается только с помощью врача, нарколога. Поэтому молодой человек так или иначе пить будет, только каждый раз, выпивая, например, ему будет, ну, скажем так, как так, ну, ему будет некомфортно, ему будет неприятно, от этого он будет звонить вам, по сути дела. То есть алкоголь – это довольно серьезная проблема, особенно если мужчина не может себя контролировать. Поэтому здесь, опять же, вы можете сказать ему, что, дорогой, если ты хочешь, чтобы вы были с тобой вместе, то тебе нужно вот что-то сделать со своей алкогольной зависимостью. И если вы не увидите желание мужчины что-то делать с этим, если вы не увидите желание мужчины, например, обратиться к ускорящему наркологу и с ним поработать в данный момент, то, соответственно, вам с этим молодым человеком лучше вообще не быть, лучше с ним сейчас расстаться. Далее, главное не понимать, что если у мужчины есть алкогольная зависимость, ну, а на мой взгляд, она очевидна, то при любом раскладе ситуация такова, что, значит, мужчина всегда будет подвержен риску и тяги к тому, чтобы выпить. И вам нужно понять, что вы, по сути дела, даже при успешном лечении алкогольной зависимости будете находиться, ну, своего рода, на постоянной бомбе часовой механизм. То есть у вас все время будет такая вероятность, что мужчина может напиться и, собственно, начать устраивать скандал. То есть чем дальше, тем это будет, ну, опять же, при отсутствии лечения и при, даже при лечении, но при наличии у вас проблем мужчина всегда будет пить. И либо человек, вот, либо человек поймет это, должен поработать с психологом сам. Вот. Вообще выяснить, почему, например, он начал пить вообще, что заставило его, ну, в столь молодом возрасте, 21 год, употреблять алкоголь уже в довольно больших количествах. Либо он все это для себя поймет. Вместе с психологом выявит, значит, обстоятельства, которые его заставили употреблять алкоголь, потому что это тоже очень важно. Вот. И как-то, значит, будет над собой работать. Либо, просто-напросто, вы окажетесь в условиях, когда мужчина, ну, по сути дела, время от времени не так много времени с субботы воскресенья, то есть два дня, а если вы не будете жить постоянно, то совершенно не факт, что ситуация изменится. Поэтому вот эти вещи вам, с точки зрения психологии, нужно будет обязательно продумать, как следует продумать, потому что, ну, если ничего не менять вам, если ничего не менять ему, то ситуация будет усугубляться. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.